Продолжение следует... «Талант, изящный вкус, энергия, практика и хорошие сценические предания» Александр Николаевич Островский. О том, как стать актером, можно ли научить актерскому искусству и, главное, все-таки талант, мы будем сегодня говорить с нашим гостем, ректором Российского института театрального искусства ГИТИСа Григорием Заславским. Здравствуйте, Григорий. Да, здравствуйте. Единственное, если позволите, все-таки для меня пока что эта поправка важна. Я исполняющий обязанности ректора, но надеюсь все-таки им стать. Спасибо за дополнение. Я также надеюсь, что выборы в ноябре пройдут удачно для вас, и мы сможем уже с вами встретиться в этой студии в новой вашей должности. Ну, я стараюсь. А сейчас я хотел бы представить вас нашим телезрителям. Внимание на экран. Григорий Анатольевич Заславский родился в Москве. Выпускник театроведческого факультета ГИТИСа, который он окончил с отличием. Один из основателей театра «Геликон-Опера». Работал в театральном журнале «Московский наблюдатель», был заведующим отделом культуры независимой газеты «Радиомаяк-24» и «Радиокультура». Читает межфакультетский курс по истории русского театра в МГУ. Авторяда книг о театре, кандидат филологических наук, руководитель секции театра общественного совета Министерства культуры. Лауреат премии Москвы в области литературы и искусства. Дважды награжден почетной грамотой Министерства культуры. С 16 мая 2016 года исполняет обязанности ректора ГИТИСа. Женат, имеет троих детей. Григорий, есть какие-то дополнения? Я вообще считаю, что очень важно говорить о преемственности. У меня есть очень добрый знакомый Алексей Варламов, который ректор литинститута имени Горького. И он гордо везде повторяет, что у него в институте работает три бывших ректора. К сожалению, мы такого физически даже сделать не можем. Но вот Карина Ливона Меликпашаева, на смену которой я пришел, я очень рад, что она приняла мое предложение. И остается работать в институте. И очень мне помогает. Потому что как только у меня возникают какие-то сомнения или какие-то головокружительные проекты мне в голову приходят, я с ней советуюсь. И она во многих случаях охлаждает мой восторг. И я соглашаюсь с тем, что, наверное, это не самое лучшее предложение для ГИТИСа. А в некоторых случаях она, наоборот, говорит, что да. Григорий, вы работаете исполняющим обязанности четыре месяца. Да, вот уже так долго. И то, что вы затронули в самом начале программы преемственность, это очень важно. Потому что Карина Ливоновна не раз была в этой студии канала просвещения. И мы говорили с ней о многих задачах и целях вашего института, в частности. И вообще всех институтов, которые готовят режиссеров, артистов, людей творческих профессий. У меня к вам вопрос. Наверное, за четыре месяца вы уже освоили те основные моменты, которые необходимы вам. Как ректору, который будет избираться в ноябре месяце. Скажите, пожалуйста, реформы в области образования коснулись вашего вуза и всех вузов творческих? И в чем это основное? Ну, это вот то, что касается Болонской конвенции. Да, совершенно верно. Да, ну, к сожалению, да. Я вообще плохо отношусь к этому процессу, особенно в сфере искусства. Потому что Россия обладает своими абсолютно уникальными... Да, вот как иногда, например, говорят, что вот там журналистские какие-то правила, журналистские какие-то стандарты, давайте вот BBC или какую-то еще. И вот приходят какие-то их правила в нашу газетную жизнь. И телевидение, наверное, тоже. Да, конечно, да. И тут ты понимаешь, что их правила во многом отталкиваются от особенностей английского языка. Да, и дело даже не только в том, что у нас свои богатейшие традиции журналистские, и чуть не менее ценные, на всяком случае, для российской журналистики, чем для Англии и их британские традиции. Но у нас совершенно по-другому строятся фразы. И зачем же нам брать, скажем так, обедняющий русский язык строгие нормы английской речи, когда у нас есть свои, да, Бродский, когда уехал в Америку, стал говорить. Вот в английском языке действительно почему там уже давно нету рифмованных... Потому что язык не позволяет существовать рифме, а в русском языке он говорит, рифма еще будет, и рифмованный стих будет еще существовать там десятилетия и столетия. И точно так же в музыке, в театре у нас свои замечательные традиции воспитания исполнителей в музыке, актеров в драматическом театре. У нас великий русский театр. И поэтому брать и переводить все это на бакалавриат и магистратуру, это во многих случаях приносит не просто ущерб, а непоправимый ущерб для науки. Например, переведено на бакалавриат и магистратуру театровическое образование. Значит, человек поступает, учится 4 года на бакалавра, потом он приходит в магистратуру, а потом он, по идее, должен только после этого поступать в аспирантуру. Это кто же это? У нас сегодня имеет возможность после 6 лет еще 2 года сидеть на какой-то такой вот скромной стипенде. Ясно совершенно, что люди начинают работать уже на втором, на третьем курсах. И с этим мы ничего поделать не можем. А не мешает это образовательному процессу? Ведь часто бывает так, что в том коллективе, где он работает, многие правила этого коллектива, они прививаются ему там. А ему уже в ВУЗе дают немножко другое, более расширенное, более глубокое. Понимаете, в каких-то случаях жизнь все равно должна, безусловно, влиять на школу. И если, например, мы не будем сегодня учить на том же самом... Ну, я сам театровед, поэтому... Если мы не будем сегодня на театровическом факультете учить писать пресс-релизы, анонсы, если мы будем игнорировать то, что сегодня почти все, без исключения критики, становиться менеджерами тех или других театральных проектов, не будем им преподавать основы менеджмента, то мы просто через какое-то время вообще лишимся конкурса на этот курс, на этот факультет, и тогда мы кого будем готовить? Никому не нужных завлитов. Такой профессии сегодня в театре уже не существует. Легендарные завлиты, они были, они остались в великом прошлом советского театра. Дина Морисовна Шварц, Нонна Скегина. Короче говоря, все это было, но сегодня режиссеры сами ищут пьесы. Вот эти вот прежние ночные перезвоны между Москвой и Ленинградом о том, какую новую пьесу Володина он вам принес, и не пригодится ли она нам, это все уже сегодня... Да, бессмысленно, потому что пьеса появилась на сайте, и ее спокойно совершенно может прочитать любой человек в любом конце, не то что России, а света. Григорьевич, скажите, пожалуйста, раз мы затронули с вами постановочное мастерство, театры, скажите, пожалуйста, вот история в России театрального мастерства, режиссура, она очень далекая. И всегда в России в связи с изменениями какой-то политической, социальной ситуации менялось и отношение к актерам, к режиссерам. Когда-то они были востребованы, когда-то не востребованы, когда-то искусство понимало ли все и понимали, что это высокое искусство, когда-то было достаточно просто слабых постановок. Вот какая сегодня ситуация, на ваш взгляд? Ведь 170 примерно театров в Москве, около 600 во всей России. Вот что сегодня происходит именно с театральным мастерством, с режиссурой? Во-первых, мне кажется, очень важно то, что театральные деятели, благодаря своему союзу театральных деятелей, они себе вытребовали какие-то невероятные поблажки, какие-то, я уж не знаю, как еще это назвать. Но то, что, ну, например, вот когда была последняя встреча президента Российской Федерации с художниками, вы не вспомните, и я не вспомню, и, скорее всего, ее вообще никогда не было. Или когда последний раз президент встречался с писателями. Такие встречи были, но это было, по-моему, даже не в прошлом году, а, может быть, в прошлом, когда был год литературы русской, российской. А встречи с театральными деятелями традиционно проходят два раза в год, кто бы ни был нашим президентом. И Владимир Владимирович Путин, и до него Дмитрий Анатольевич Медведев, и Борис Николаевич Ельцин традиционно встречались с театральными деятелями. И вот я прекрасно понимаю, что у молодых музыкантов, у них тоже много проблем. Но нет у них таких сильных лоббистов, и нет у них таких авторитетных людей, которые бы могли добиться такой вот регулярности. Ну, может быть, все впереди еще. Может быть, но нам бы не потерять вот этот хорошо, так сказать, уже существующий этот замечательный ритм, две встречи в год. И еще, мне кажется, я не знаю, хорошо это или плохо. Но для театра это и хорошо, и плохо. Но вот мы прекрасно понимаем, что сегодня уволить шахтера, к сожалению, очень легко. Богатый человек покупает шахту, он видит, что она нерентабельна, и вот эти потрясающие люди, которые рискуют своей жизнью, они на улице. Уволить журналистов очень легко. И во всей нашей великой России остался малюсенький островок социализма. И так повезло, что этот островок приходится как раз на территорию театра. Уволить актера нельзя. Стоит ли отказываться от этой странной забывчивости или от этого такого вот плюса, неожиданного, от этой форы, которая осталась у театра? Не знаю, потому что, естественно, это тормозит развитие театра в некоторых случаях. Но с другой стороны, именно в театре пенсионеры оказались более защищенными. То есть не просто боль, а это единственная область, где они защищены. Их невозможно уволить, даже если он уже не может ни петь, ни выходить на сцену. И в этом есть, я говорю, есть отрицательная, но есть и безусловная какая-то вот замечательная забывчивость страны, которая о том, что для нее важно, а театр в России всегда был важен, вот вдруг каким-то образом все реформы прошли мимо нашего отечественного театра. И что касается школы, то здесь, слава богу, ничего не изменилось. То есть актеров учат по-прежнему четыре года, актеров по-прежнему учат всему, чему учили. И очень важно, чтобы, получив эту замечательную школу, актер мог потом работать, естественно, в любых условиях, в любых предлагаемых обстоятельствах, в любых стилях театральных. Наверное, это сложно в любых стилях. Я хотел бы задать вопрос о трудоустройстве, раз вы подняли эту тему. Не секрет, что есть статистика, и она упрямо говорит, что только 25% устраиваются по специальности. Это где такая статистика? Вот по нашей статистике почти 100%. Это вашу. Другое дело, что наша статистика печальным образом расходится со статистикой пенсионного фонда. То есть это означает, что, к сожалению, до сих пор в области исполнительских искусств, актерской, к сожалению, очень многие договора, они не носят такой официальный характер. То есть, соответственно, нет отчислений в пенсионный фонд. Актеры уверены, что они работают по специальности, с ними заключили договор, они получают зарплату. Но никаких отчислений работодатели... Отсюда и, наверное, разница в учете. Естественно, да. И эта разница, она существенная, она наверняка больше 10%, если в этом году был мониторинг, когда нас Минтруда проверяла как раз в связи с этим расхождением печально. В Москве достаточно большое количество театральных вузов. По-моему, более 20. Вы сталкивались, как-то, с подготовкой студентов в частных колледжах или в других каких-то заведениях учебных. Есть разница подготовки? Если есть, то она на пользу российской программе подготовки студентов, или во вред? Была бы моя воля, я бы лишил лицензии всех, кто берется, просто так вот решается. Раз, и мы тоже будем учить актерскому мастерству. Я считаю, что это очень серьезная профессия. Я этим летом решил сняться в сериале. Так, интересно. Да, такой известный достаточно сериал. И моими партнерами были Марина Александрова, Михаил Горевой, Сергей Колтаков. И я был счастлив, когда понял, что я совсем не актер. Что это серьезная профессия, которая требует очень немалого количества профессиональных ремесленных навыков, которыми я не владею. И это означает, что у того человека, который учился, преимуществ больше. Что они у него есть, и они очевидны, чем у того человека, который не учился, и вдруг, значит, с бухты-барахты, пользуясь своими связями с продюсерами дружескими, значит, выпросил себе малюсенькую ролюшечку. Но для меня это был очень важный опыт. И как раз мне приятно было, что он пришелся как раз на это время моего прихода в ГИТИС. И это, да, конечно, вот когда я учился много лет назад в музыкальной школе, мне мой учитель Анатолий Дмитриевич говорил, что, Гриша, не надо тебе играть на скрипке, иди на контрабас, ни одна даже самая, а я собирался врачом быть, ни одна даже самая страшная твоя ошибка не нанесет никому вреда. И, конечно, актер, он не, да, не будет повинен в смерти, там, как плохой врач. Но то, что его жизнь собственная будет искалечена страшно вот этой вот плохой актерской школой, это безусловно. Потому что, да, человек, который не станет артистом, закончивший ГИТИС, там, или школу-студии МХАТ, или щуку, или щепку, да, он может не стать артистом, но он может стать руководителем школьного театра, и он может давать профессию, вот именно такую классическую профессию, он сможет чему-то научить, передать те умения, которым его научили его выдающиеся учителя. И это же очень важно, именно в школе иметь такие коллективы. Да, конечно, да. А вот человек, который учит, да, просто вот, я сказал так, самозванцы, да, где нету программ, или где программы просто элементарно, ну, мягко говоря, позаимствованы. Копированы, да. Да, да, да. Вы же, наверное, на сайте, они у вас есть же. Конечно, естественно. Это же обязательные требования. Да, это требования, у нас все локальные акты, не только программы. Мне кажется, Григорий, что это происходит из-за того, что у вас все-таки большой-большой конкурс. Я знаю, что в этом году у вас, по-моему, 200 человек на место. Больше. Даже больше. У режиссеров на 11 бюджетных мест было 4 тысячи человек. Вот как. И у актеров на 15 бюджетных мест было тоже около 4 тысяч человек. То есть это почти 300, даже больше человек на место. Это огромный конкурс, и это, конечно, требует не только невероятной усидчивости от экзаменаторов, но и, конечно, редкого чутья на талант, потому что... Да, как бы не пропустить именно тот... Да, да, да. Ошибки бывают. Ошибки бывают, безусловно, когда к концу, например, первого года становится понятно, что ребенка натаскали, и он сумел, что называется... Пройти. Да, да, вот пыль пустить в глаза экзаменаторам, да, и обмануть их. Но мне очень нравится ГИТИС, я же много лет преподаю уже в МГУ, в высшей школе телевидения Виталия Третьякова, и переживаю, что там двойки ставить нельзя. Мы с вами были в комиссии. Да, 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 а в ГИТИСе двойки ставить можно, и отчисляют очень даже активно. Я каждую неделю кого-то отчисляю. И, соответственно, человек, которого отчисляют, он дарит счастье тем, кто учится за деньги, потому что освобождается бюджетное место, на которое может перейти тот, у кого оценки самые высокие и так далее, и он уже может не платить немалые для меня... Наверное, это очень правильно. ...деньги, 278 тысяч в год для актера, и перейти, и бесплатно получать профессию. Григорий, раз вы коснулись так подробно ВУЗа, я хотел бы вам предложить посмотреть сюжет о вашем ВУЗе, подготовленный нашим корреспондентом. Может, я что-то узнаю, ты чего не знаю? А потом мы с вами продолжим. Хорошо. Внимание на экран. История Российского университета театрального искусства ГИТИСа началась в 1878 году, когда в Москве была образована музыкальная школа для приходящих Павла Шостаковского. Впоследствии она была преобразована в училище, а затем в музыкальный институт. В 1902 году училище переезжает в особняк в Малом Кисловском переулке, где и ныне располагается главный корпус РАТИ. В 1918 году училище преобразовано в музыкально-драматический институт, двумя годами позже в Институт музыкальной драмы, а 17 сентября 1922 года объединился с высшими театральными мастерскими под руководством Всеволода Мейрхольда. Именно это объединение впервые стало называться Государственным институтом театрального искусства. Институт объединял 9 мастерских, руководители которых могли иметь диаметрально противоположные творческие позиции. В 1924 году декретом Совнаркома театральные институты Москвы и Ленинграда были закрыты из-за недостатков театрального образования. Вместо ГИТИСа в 1925 году появился Центральный техникум театрального искусства. В 1931 году в результате объединения нескольких учебных заведений был образован учебно-театральный комбинат. Через 4 года очередная реорганизация. И с тех пор, более полувека, вуз назывался Государственным институтом театрального искусства имени Луначарского. В 2011 году вузу присвоили статус университета. Сейчас в вузе 8 факультетов. Преподавание ведется по всем театральным специальностям. Это крупнейший театральный вуз в Европе. С ГИТИСом связано много знаменитых имен. От классиков русского театра до современных звезд театра кино и эстрады. Для кого-то ГИТИС – это несбывшаяся мечта. Для других – начало истории успеха. Это грезы о славе. Это попытка доказать, что именно ты – самый талантливый. И все-таки это лотерея. И кому в ней повезет, покажет время. И его величество – случай. Я недавно, 1 сентября, был в одной из школ, как принято называть, в спальном районе. И после интернета линейки я зашел в один из классов. Мне разрешил директор. Я задал несколько вопросов. Первый вопрос. Вы учитесь последний год. Куда вы планируете поступать? На мой вопрос дети ответили, что инженером никто быть не хочет. Половина из них собрались в театральные вузы, а половина – менеджеры и экономисты. Вот как для вас, как для человека, который руководит государственным вузом, очень ответственный пост, который занимает, что это сегодня? Мне, конечно, очень грустно, что никто не хочет быть инженером, потому что мы прекрасно понимаем, что, как одна из любимых моих фраз Виталия Третьякова, если 100 инженеров-авеостроителей посадить в комнату, то через год они выпустят хорошую газету. Если 100 журналистов посадить в комнату, то через год они самолет не построят. И в этом отношении, конечно, даже самые талантливые актеры не заменят выдающихся инженеров, а самое главное – они не заменят техников, которые эти самолеты будут строить, и рабочих. Поэтому, наверное, есть какая-то, знаете, искусство у нас в долгу перед народом. Значит, мы последние годы вообще не воспевали вот этот самый труд, и вы будете смеяться, я к этому отношусь совершенно серьезно. Значит, произошли какие-то очень неправильные в обществе перенарушения, нарушения, вот сбиты какие-то очень важные ориентиры, которые людям позволяют думать, что, во-первых, театр им гарантирует легкую жизнь, во-вторых, какую-то очень успешную жизнь, а в-третьих, что ничего такого они не смогут получить во всех остальных специальностях, мимо которых они проходят. Я, вот, например, близким мне людям, когда они говорят о том, что они хотят поступать театрально, я говорю, что это очень страшный и очень тяжелый хлеб. И дай бог, если ты, говорю я, окажешься бездарной, тогда хотя бы это не будет личной трагедией. А если ты будешь талантливый, а случай будет благоволить совсем другим людям, и более того, ты все время будешь видеть огромное количество людей, которые менее талантливы, но успешнее, чем ты. Это способствует развитию самых худших человеческих качеств. Это очень тяжелая профессия. И успех действительно во многом зависит от каких-то совершенно случайных вещей, как встреча своего режиссера, который тебя полюбит. Я часто очень привожу этот пример, но не устаю. У меня в почте есть письмо, вызов в суд режиссера, главного директора театра, одного провинциального, от которых требует в 10 утра, в понедельник сообщить, почему, на каком основании такой-то актер был назначен на роль Репетилова, а потом снят. Вот я себе представил режиссера, который приходит и говорит... Нет, его спрашивают. Он текст знает? Да, знает. Он не стал его забывать? Нет, не стал. Он опаздывает? Нет, приходит во время. А почему вы его сняли? Он мне разонравился. И, знаете, я понимаю, что судья говорит, восстановить его, да? А для человека театрального это совершенно убедительный аргумент. Этот актер, этого режиссера больше не волнует. Он его не интересует, ему с ним неинтересно работать, ему интересно работать совершенно другим режиссером, актером, который может быть менее талантлив. Но он видит его в этой роли. А этого актера он видел, а теперь больше не видит. Это субъективно и абсолютно субъективно. Но в театре субъективные вот эти вот моменты, они имеют очень большое значение. Они, воспользуясь как раз театральным сленгом, они играют роль. Мы помним эти скандалы и в Большом театре. И в театре на Таганке. На Таганке, да. Это каждый скандал, это был достоянием всей общественности. Все узнали о том, что существует такой-то и такой-то театр. И такие-то фамилии. Да, да, да. Григорий, скажите, пожалуйста, вы готовитесь к выборам в ноябре месяце. Что нового, что прорывного вы заявляете в своей программе? Знаете, когда я пришел, то я встречался с одним очень уважаемым режиссером. И он мне, как мне показалось, даже в какой-то момент чуть-чуть раздраженно сказал. Ну, вы же, наверное, пришли, имея какую-то программу. Я говорю, ну, понимаете, у меня есть какие-то представления о прекрасном. Но если я даже возомню на секунду, что я смогу навязывать свои представления прекрасным вам или другому, третьему, четвертому, вот этим великим, выдающимся мной уважаемым людям, то я буду безумцем. И, конечно же, я обязан встретиться со всеми, выслушать и скорректировать эти... Мне кажется, что вот это вот представление о прекрасном будущем ГИТИСа, о лучшем будущем ГИТИСа, о последовательном улучшении его, да, знаете, того, что то, что сделала Карина Ливонна, это совершенно героические вещи, знаете, зарегистрировать всю недвижимость, пройти аккредитацию, пройти несколько раз вот смену этих названий, пережить драму пожара. И мы в ГИТИСе все считаем, что это был поджог и вне ГИТИСа, и внутри, потому что был только что до этого ремонт. И в этом отношении я наследую каким-то тем вещам, которые были сделаны уже Карина Ливонна, с огромной благодарностью к уже сделанному. что, понимаете, это очень трудно сделать, но для меня это самое главное, что я хочу, чтобы в ГИТИСе произошло. ГИТИС – это университет по сути. И в нем, понимаете, мы можем не выходя делать спектакли, и у нас все для этого есть. И вот это такое вот совместное существование факультетов, мне хочется, чтобы вот это было, потому что когда была выдача диплома в церемонии весной, и студенты получали дипломы и уходили из зала, и последний факультет, который получал, стоя на сцене перед пустым залом, для меня это просто какая-то страшная картина. Я хотел бы, чтобы это осталось таким страшным сном, который был только в воспоминаниях, чтобы была радость за своих товарищей, чтобы они действительно знали друг друга к концу обучения, чтобы они нуждались друг в друге, чтобы… Да, у нас очень маленький институт, чтобы в этом небольшом… Он очень большой и одновременно все равно очень маленький, чтобы люди друг друга успели узнать и почувствовать необходимость, чтобы, соответственно, в искусство они входили поколением. Вот мне кажется, это было бы очень важно. Ну а так, понимаете, знаете как, очень важно, чтобы студенты и преподаватели, чтобы они чувствовали, что о них здесь заботятся. Знаете, я с удовольствием занимаюсь покупкой одноразовых сидений для унитазов, я с удовольствием занимаюсь вопросами настройки инструмента в общежитии или чем еще. Это все очень важные вещи, студенты скажут ли они спасибо, но, скорее всего, не скажут. Тут нужно быть к этому готовым. Но все равно, когда они чувствуют, что к ним относятся с огромным уважением, как к личностям, мне кажется, что это очень важно для начинающего актера, режиссера, для художника, да, или как называл их нас всех, Юрий Михайлович Лужков, помните, творцы. Чтобы они чувствовали искреннее, искреннее уважение. Вот я… Оно у меня есть, собственно говоря, я его не показываю, оно есть. И поэтому я думаю о том, как датировать суп в буфете. Узнаю, как это происходит в театрах, в некоторых московских, например, в театре Цитара, я узнал уже, руководство датирует до 80%, понимаете. И для студентов это очень важно. Вот то, что у нас давно уже вот эта бесплатная каша, которая сейчас стоит 5 рублей, мы ее называем бесплатной, она стоит 5 рублей для студентов. Это очень важно, чтобы вот эти льготы, они для студентов оставались, и их становилось больше. Не для того, чтобы, естественно, это самое опасное было бы, и это ни в коем случае нельзя на это идти, чтобы приветствовать их инфантилизм. Потому что я, когда был студентом, и даже… Нет, вот закончил школу, и просто мне нужны были карманные деньги. Я пошел сначала почтальоном, потом разнорабочим, потом дворником. Но, с другой стороны, у актеров и режиссеров их выгнать бы из аудитории, понимаете. Они занимались бы вообще круглосуточно. Мы не имеем права, потому что у них должен быть один выходной день. И поэтому я понимаю, что они не всегда могут дополнительно работать, разгружать вагоны, тем более, что эти рынки тоже сегодня очень конкурентны. Григорий, скажите, пожалуйста, у вас сейчас налаживается взаимодействие между региональными вузами подготовки актеров, режиссеров, в частности, Тамбовского. Вот расскажите немножко об этих связях. Ну вот сейчас, да, у нас был период, когда у ГИТИСа было очень много филиалов. Филиалы эти, слава богу, все закрыты, потому что они были нелицензированы. И повторить эти ошибки, повторять их мы совершенно не собираемся. И нарушать законодательство не будем ни при каких обстоятельствах. Вот как я пришел, когда в ГИТИС одно из первых обещаний было оборудовать курилку, потому что мне жалко студентов, которые выбегают разгоряченные на улицу, чтобы покурить за ворота. А мне в Министерстве культуры сказали, что уже звонили из Рособорнадзора, спрашивали, когда лицензию забирать у ГИТИСа. Там новые... Они говорят, да, молодой ректор еще не разобрался. По закону не можем мы никаких курилок на территории, даже самые современные, самые, что ни на есть, американские, хотя с покупкой всего импортного, кто нас подверг санкциям, тоже серьезные проблемы. Нужно искать отечественных поставщиков, аналоги. Это тоже все непросто, потому что во многих случаях импортное оборудование единственное, которое существует на том или другом рынке. Ну, в общем, то, что касается Тамбова, то мы им в первую очередь предлагаем стажировку педагогов. То есть их педагоги, которые будут учить актерскому мастерству и ремеслу, будут учиться педагогике и основам того, чему они потом будут учить, или даже не основам, конечно, а вот такой тонкой настройкой и хай-энду, они будут учиться у нас. А кроме того, естественно, мы с удовольствием будем наших преподавателей отправлять, читать лекции. Но документы в образовании они будут получать Тамбовские, естественно. Но качество образования будет выше, и мы надеемся в дальнейшем узнавать наших актеров на сцене Тамбовского театра по... По школе, наверное. По школе, да. Григорий, скажите, пожалуйста, а вот международные связи, контакты с международными вузами, какие они на сегодняшний день у вас существуют? Ну, вообще, я хочу сказать, что нам есть чем гордиться. В этом году в Судаке выступал ректор консерватории. У них в этом году исполнилось 80 лет, как в Московской консерватории учатся иностранцы. Они выпустили книжку, посвященную этому, и юбилею. И, значит, Александр Сергеевич Соколов сказал о том, что за эти 80 лет у них отучилось около 3000 человек. Вот у нас сейчас учатся около сотни человек, и это не только бывший Советский Союз республики, Киргизия, Туркменистан, Украина, Белоруссия, естественно, Казахстан, но это и Япония, и Южная Корея, и Чили, и Соединенные Штаты, и Великобритания. Тут есть чем гордиться уже сейчас. И более того, мы сейчас хотим, чтобы всячески способствовать тому, чтобы наши дипломные спектакли, они помогали развитию культурных центров российских за рубежом. Это то, что касается нашей работы на экспорт. Что касается приглашения и приема иностранных студентов, то и здесь мы всячески собираемся и уже расширяемся, и предлагаем японцам на японском языке в следующем году, китайцам на китайском языке проходить курсы актерские и повышение актерского мастерства. И будем также думать о том, чтобы взаимно признавать наши программы, потому что сейчас к нам пришел Дмитрий Богачев на продюсерский факультет, в магистратуру. Это известный в театре человек, который возглавляет российское подразделение международного концерта Stage Entertainment. Все мюзиклы зарубежные, почти это через них выходит к нашей публике. И, насколько я знаю, его программа, она достаточно близка к двум очень авторитетным английским и американским университетам. Будем предлагать им взаимную сертификацию, признание программ с тем, чтобы студенты могли их у нас приезжать к нам на обучение, такое короткое, а наши к ним, разумеется. Тем более, что сейчас ведь это является одним из параметров, по которым... Эффективности вузов. Да, 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 и эффективности вузов, и моей зарплаты. Да, не буду я работать в этом направлении, не получу премию. А я заинтересован в том, чтобы получить премию. Конечно же. Григорий, ну и последний вопрос. К сожалению, время нашей программы подходит к концу. Но я хотел бы его задать. Что бы вы сказали будущим вашим абитуриентам, будущим вашим студентам, которые сейчас учатся последний год в школе, но мечтают поступить в ваш вуз? Знаете, очень сложный вопрос, потому что, с одной стороны, будущим студентам я, конечно же, скажу, что им очень повезет. Потому что они будут учиться у лучших педагогов. Я недавно зашел в одну аудиторию на третьем нашем режиссерском этаже, и час не мог выйти. Это было занятие Геннадия Назарова, замечательного актера, вместе со своей супругой Натальей Назаровой. Они говорили с будущими режиссерами о внутреннем монологе актера. Это, понимаете, если бы я был бы менеджером нефтяной компании, если бы я был бы... Вот я театральный критик, если бы я был... Закончил бы медицинский институт, как я учился когда-то. Я бы все равно бы с огромным интересом это все выслушал, и более того, мне бы это помогло в моей профессии. Понимаю я. А тем, кто собирается поступать, кто будет абитуриентами, я вот все-таки сказал бы так, что если вы можете не поступать к нам, то не поступайте. Потому что все-таки очень много разных замечательных профессий, помимо актерской, режиссерской. И, кроме того, еще, вы знаете, много лет видя со стороны актеров и режиссеров, ты понимаешь, это еще и особый склад ума. И невозможно сказать, а буду-ка я актером. Вот понимаете, вот Дмитрий Бертман, сегодняшний наш профессор и руководитель театра «Геликон-Опера», вот он, я не знаю, какого это класса, с четвертого или с пятого, у него дома стоял ящик, сделанный на работе у его папы, и он в этом ящике, там все было настоящее, все эти самые декорации, все колосники, там все, там оттуда спускалось все, там зеркало сцены, он ставил пластинку, там пиковую даму, у него там все передвигалось, все замечательно. Вот такой человек, он не может не быть режиссером. А все-таки, если человек говорит, так, куда я пойду? Ну вот, в принципе, ничего не нужно уметь актерам, ничего не нужно, ни руками, ни ногами. Вот все-таки, это очень такая опасная иллюзия. Там тоже очень много, очень многое нужно уметь, и очень от многого отказываться. Вот это такая профессия, которая требует самоотверженности, но, конечно же, приносит огромную радость тем людям, которые талантливы, которые успешны, которые и счастливых лиц в ГИТИСе, конечно, видишь очень много. Григорий, я благодарю вас за интересную беседу. Спасибо, что пришли. Я думаю, что наша сегодняшняя беседа будет полезна, особенно, конечно, ее... Она мне полезна, потому что, знаете, в каждом таком разговоре ты еще точнее проясняешь какие-то важные... Потому что я сейчас пишу программу, как раз, и каждый день что-то такое вписываю, какие-то листочки у меня, как, это самое, у писателя, который, знаете, записал мысли. Вот точно так же и я из всех встреч я что-то такое выношу в программу из всех сегодняшних, и мне эта беседа с вами тоже была полезна. Спасибо вам. Благодарю вас. Спасибо еще раз за интересную беседу. А нашим телезрителям напоминаю, что гостем программы Высшая школа сегодня был Григорий Заславский, исполняющий обязанности ректора ГИТИСа. До свидания. Встретимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин